Друзья, вы же знаете, что мы люди любим ходить по проторенным тропкам. А что, если необходимо пойти по новой дороге? Обычно мы избегаем новой дороги. Можете провести сами ассоциацию, параллели со своими жизненными ситуациями, либо туда, куда вы хотите прийти или пойти. Соответственно, я вспомнила, как я хожу по новым дорогам во всех смыслах, и реально физически, и в проектах. Я сначала прохожу, как бы, так, раз, заглядываю. Потом прохожу малый путь. Если есть возможность посмотреть карту, я смотрю карту. Я прислушиваюсь к мнению людей, что они говорят об этой дороге. Я наблюдаю, я сразу её не прохожу. И ведь точно так же можно делать. И у меня получается, что я очень похожим образом делаю в проектах. Конечно, невозможно с одного раза взять и пройти весь путь. И, тем более, сделать это суперкруто или идеально, или ещё как-то. То, к чему мы обычно стремимся. У нас, правда, есть с вами ощущение, что как будто бы, если это работа или задача, то как будто их можно сразу сделать супер с первого захода. И, соответственно, а что, если мы сами себе блокируем пути только потому, что они новые, и потому что мы не знаем, как их проходить, и это правда. И вот здесь, если вспомнить ассоциацию по дорогам, по которым вы новым ходите, а если вы не ходите по новым дорогам, попробуйте ходить по новым дорогам, попробуйте открывать для себя новые пути физически просто, физически пойти в новый парк, или в старый парк, или пойти немного по другой дороге, физически пройти туда, куда вы думали пройти, но не проходили по какой-либо причине. И, соответственно, вот через такую ассоциацию очень хорошо работает и в проектах. Ведь, правда, мы все хотим чуть больше денег, чуть больше того, чуть больше всего. Вот, и эти желания, они будут только укрепляться, увеличиваться, или просто оставаться где-то в прошлом, но они как бы с нами навсегда. Это такая естественная составляющая, видимо, нас. Поэтому время. Я слышала уже несколько раз, что, мол, когда вот я созрею, мне просто нужно накопить силы, энергию, денег и всё на свете, что пройти весь путь, правда, есть, остаётся ещё у человека, что как будто бы он может вот с одного захода пройти весь путь. Но мы же знаем, что это не так. Самая лучшая стратегия – это делать небольшие шаги и проходить вот так вот по чуть-чуть. И на это может уйти несколько лет. И это нормально. Моя любимая тема, что у нас же есть триггеры, тема быть миллионером. Просто вокруг нас сейчас так много примеров таких, что мы такие, так, а почему я ещё не с миллионом? Не с миллионом подписчиков, не с миллионными просмотрами, не с миллионами денег, не с миллионами вот кейсов, не с миллионами ещё чего-то, тысячи. Почему у меня нет этих цифр? Потому что эта цифра не появляется за один раз, и мы вроде это понимаем, но у меня есть такая фишка, что представьте, ну как бы я задавала этот вопрос друзьям, скажи, ты готов проходить ровно путь, вот просто делать, но условно почти каждый день делать эти шаги, чтобы не сейчас, а через 10-15 лет у тебя был тот самый миллион. Каждому своё денег, подписчиков, просмотров, чего угодно. И обычный человек такой задумывается, говорит, ну да, было бы круто. Ну то есть он так представляет, уже ту жизнь такой, да, я хочу. Но очень сложно ежедневно выполнять вот эти небольшие шаги, потому что в это нужно просто поверить, что оно даст пользу. Не факт, что результат, но пользу такую тренировку. Да, естественно, нужно любить то, что ты делаешь, потому что невозможно много лет проходить путь, по которому как бы просто благо у нас хорошо работают внутренние механизмы, и мы всё равно не сможем это делать. Поэтому нужно присмотреться к себе и понять, что я готова делать реально ежедневно, или что я бы хотел, и попробовать внедрить это как в привычку. Вот через привычку уже проходить эти шаги. А я начала именно с того, что вы видите перед собой дорогу, во-первых, её нужно увидеть. Вот это самое ключевое. Когда я тоже общаюсь, мне обычно говорят, что я не очень понимаю до конца цель. Я думаю, что есть вот это увидеть перед собой дорогу, это вот есть некая как бы вот эта цель. Ты видишь, что тебе нужно пройти, но её ещё нужно увидеть, и это самостоятельная задача. Затем ты понимаешь, что ты с первого раза её не пройдёшь. Ты делаешь первые шаги, вторые, третьи, и это может быть тысяча итераций. Ну, то есть это может быть несколько лет. Нужно подготовить себя, что это может несколько лет. Если ты понимаешь, что это несколько лет заранее, то ты как можно раньше начни. Мне кажется, вот это самое ключевое. Я помню, что я не тормозила при старте онлайн-школ, именно потому что, я такая думаю, это я уже всё понимала и знала, потому что у меня бэкграунд уже хороший. Я делала сама. Вот ключевое, кстати, слово, это сам-сама. Вам нужно самостоятельно это уметь проходить. Самостоятельно очень много, что уметь делать руками, вручную, такой ручной труд, ногами, руками, головой. Учиться просто колоссальному количеству всему. Вам нужно уметь проходить это самостоятельно. Вот эта тема найм-команды, это вообще на других этапах всё происходит. Это не в начале, когда вы вышли. Вы только есть. Вы, ваш рюкзак и путь. Всё, больше ничего нет другого. Вот. Так во всём и всегда. И я уже была вот с этим бэкграундом своим и понимала, что чем раньше я начну, тем легче мне будет. Потому что я не смогу сжать время. Время, оно вообще нам не подчиняется. И я знаю, что в одну единицу времени я смогу сделать только одну единицу чего-то. И я знаю, что на это уйдут несколько лет. Несколько лет, ребят, представляете? Но знаете, в чём сейчас большой плюс? Что эти несколько лет, которые уходят, это я сейчас вышла во двор, и там посажены цветы. И эти цветы в следующем году придётся заново сажать. И потом заново и заново. Да, есть многолетние цветы, вот ромашки растут, ещё деревья растут, но обычно люди хотят что-то своё посадить, взращивать это и любоваться этим, что это вот я сделал. И очень обидно, когда тебе приходится снова и снова, снова и снова. Это весь оффлайн такой. И нам повезло с вами, что у нас есть теперь онлайн, и мы все привыкаем ещё к нему. Но в онлайне, то, что я тоже за несколько лет уже прочувствовала в проектах, особенно, когда пришёл этот Новый год, я прям выдохнула, потому что я прям реально почувствовала, что впервые в жизни мне не нужно следующий год как будто бы заново, понимаете, начинать. Мне не нужно весной заново сажать картошку, чтобы осенью собрать урожай, потому что у меня уже всё посажено, и это будет приносить плоды ещё следующие годы. Я просто один раз посадила. Дальше я взращиваю, дальше я там пропитываю, дальше я приглашаю, не знаю, специалистов, дальше я увеличиваю масштабы. Представляете, то есть там ещё можно увеличивать масштабы. И этим, конечно, онлайн просто прекрасен. Я человек, который был много в оффлайне, делал много проектов оффлайне, и оно как будто бы каждый раз у тебя сгорает. Ну вот реально, как ты посадил, привнёс огромные труды, ждал дождя, там собирал сорняки, всё это окучивал, собрал урожай какой-то, какой-то урожай. На самом деле в проектах тоже точно так же. От нас кажется, что там не всё от нас зависит. Там многое не от нас зависит. Вот. И я помню этот эффект. Ты собираешь один раз урожай, у тебя уже нет сил, а тебе надо делать следующее. То есть это же не... Ты не можешь долго отдыхать. И это безумное там... То самое, не знаю, выгорание, усталость, всё на свете. Это физически очень тяжело на самом деле. Поэтому я делюсь своим опытом, насколько онлайн в этом плане может просто сэкономить колоссальное количество усилий, которые можно пустить уже совершенно в... Либо ещё начать новые сферы, либо просто взращивать то, что уже есть. Вот такие мысли про дорогу, про урожай. То есть ассоциация полностью с физическим миром очень, кстати, помогает. Я просто передаю сейчас опыт и что реально сработало.